вот у нас сегодня 27 января 2019 года воскресенье и сегодня тут написали в комментариях вот здесь мы беседуем в этом чате рулетки и говорят а почему володя то не говорит вы дайте ему место вроде я ему не даю я сейчас садимся говорю давай володя ты будешь сегодня а я у тебя на подхвате не я отказался почему я не считаю что все-таки когда более старший человек есть он должен вести беседу он первым старше не старикам только мудрость принадлежит писание тоже это обговаривает вот так как в слое божьем сказано что если будет откровение то первый молчи то есть второй может сказать какое-то слово вот если в такой момент настанет тогда я это смотри писание что об этом нам говорит серахов 20 глава 8 стих считай вверху много много речивый опротивеет и кто восхищает себе право говорить будет возненавиден то есть восхищает не дает другому сказать я не хочу под это попасть я никогда не восхищаюсь сижу молчу я тоже вызвать я никому не звоню самое главное в скайпе я ни на одного еще не звонил никому никогда по телефону вообще не звоню никому а я позвонил дальше что спрашивать а что буду спрашивать мне звонят когда тут я посмотрю нужен не нужен а здесь прямо говорит много речи его противит и ты ты меня избавь от этого стиха да не а да не и началась какой избавит все еще это поехали поехали благословен господь вот плохое не захватывает только начнем когда говорит там сразу успеваю воткнуть после смерти в ад не попасть мы православные христиане вышли сегодня на встрече вы знаете о том что на землю сходил иисус христос родился дева марии и потом был распят и воскрес вам это известно но как для вас кем является иисус христос вечности что ожидает человека где он будет после смерти я вообще верующий человек но не хочу вы не хотите да мы православные люди свидетельствуем об истине а вере в нашего господа иисуса христа а его заместительные жертвы на голгофском кресте и о том что он проявляет к нам любовь и ждет чтобы мы также от отнеслись к нему если любите меня соблюдите мои заповеди вы заповеди господне знаете да я хожу в церковь церковь будете да нормально а сколько вам лет 17 17 так вы еще юноша у вас так это нет и у вас духовных вопросов нету нет а вы крещеные а как воскресили вы помните вас три трижды под воду полностью погружал священник полностью под воду уходили с головой он маленький был не помню она вы можете спросить родителей то кто крестил то вас кто родители один в городе в больнице она один в городе в больнице находится ну и что что все равно это душа без крещения то есть человек в рай не войдет потому что это заканчивает рождение свыше вы необходимо просто узнать вы если будете говорить с кем-то священником скажите 50 апостольское правило говорит о полном троекратном погружении а сегодня в церкви за деньги лоб помочили и все везде это не годится это не православная вера православная вера от князь крестил владимир были денег на крещатике в днепре христос где крестится и он креститель на иордане а так понятно филипп ехал с евнухом и оба сошли в воду в воду сошли а сейчас еще какая-то там чашка стоит священник стоит оба стоят сухие это обман стопроцентный обман крещение переводится как погружение с греческого другого перевода нету если по-немецки тауфан спроси все знают это по так вместо крещения тауфан баптизентом по-английски означает погружен и вы подойдите к священнику и он-то вас знает священник ну и подойдите и скажите я не знаю как крещен вот не знаю если не знаете у вас живых никого нет кто воскресил тогда я вам говорю этого сейчас вы не запомните потом я расскажу свои ресурсы шестой вселенский собор 64 правило если ты не знаешь то немало не сомневаясь прими крещение хотя бы она была не первая иначе ты окажешься за воротами отчизны небесной это вселенский собор конечно сектанты этого не знают а православные должны знать у нас у православных каноны кредо кредо называется верой во единого бога отца вседержителя это очень серьезное дело душу спасти и тут нельзя промахнуть самим а здесь должен быть стопроцентный ответ на правильно вот вы запишите наш ресурс вы придете как называется наш ю тубе канал в открытым оком открытым оком во свете библии это православный форум это youtube там все вы найдете наши встречи и как служба у нас литургия идет открытым оком во свете библии и там вы через это можете выйти по скайпу на меня игнатий лапкин и вопросы зададите а можете прийти с батюшкой вместе у меня брат он священник протаерей надо более серьезно отнесись своей души знать как ты крещен далее посты соблюдаете ну а вот какой же православный если человек посты не соблюдает он не православный он просто мирской человек правило гласит а вы причащаетесь а как причащать а когда не постишься правило гласить на два года отлучается от церкви а я православный на следующий человек я работаю там-то сам на работу не ходит кто да никто он обманывает ян златоуз говорит так иные называют себя христианами это просто обман пустой звук вводящий других заблуждения я христианин защите во всем должен слушать голос божий как серафим царовский об этом говорит стяжание духа святого а если связи с богом нет это пустышка а когда умрет человек за гробом покаяния нету правильно не крещеный причащался неправильно ты должен за дверями стоять даже не в храме видишь сколько вопросов я беру только маленько что-то утренние вечерние правила считаете молитесь нет вы молитесь у вас есть лестовочка щетки а ну другое там как купить им церкви а библия у вас дома есть да а какая на вас православная вам видно зеленая такая же только зеленая но зелено там где книг сколько 77 ну хорошо она у вас далеко если вы что-то с ней прочитайте я вам сразу скажу православный он в больнице на холла в больнице я не расслышал так вы посмотрите если синодальный перевод там должно быть написано по благословению патриарха а если этого нет то надо поискать или выйти на знающего хоро вы не откроете библию в любом месте я сразу скажу это наша библия или нет потому что многие другие переводы дают это все обман наш синодальный православный период самый лучший в мире вы запишите запишите открытым оком название во свете библии вот мы уйдем сейчас мы долго то не будем здесь и вы нас потом найдете и гнать и лапкин запишите мое имя фамилия вот если вы напишите канал откроется канал если напишите сайт и другие вот эти слова открытым оком зайдете на наш сайт там я отвечаю студентам на вопросы 4000 вопросов и вы там найдете 55 папок что вас интересует крещение болезни и на все эти вопросы я даю ответ согласно слова божие что святые отцы сказали до большой форумной а здесь все с богом с богом проповедуем о христе вы пожелали бы поговорить о том как спасти душу свою мы православная у нас центральная книга по которой мы все узнаем священная книга называется библия вы знаете да и вы не понимает это троица у вас есть но и по ее никто не понимает это нельзя понять это надо принять бог один но в трех лицах сейчас я объясню вам смотрите блаженный августин он думал ну как троица и бог один как так но идет и видит на берегу моря мальчик сидит ямочку выкопал в песке и туда раковины почерпнет воды волна набежит и льет но начал песок уходит он это что ты делаешь я хочу вот это море суда в лунку весел да разве она войдет тем более утекает а как ты своей головой хотел бы понять три единого бога это откровение божие откровение бог открылся бог не просто так а он любовь и поэтому бог любит сына сын любит отца и дух святой но это один бог не два бога поэтому дух святой да три суть единая это человеческим умом нельзя понять мы даже ну хорошо смотрите вот вода моя говорю вода а это еще не все какая вода она бывает паром а бывает лед я вам скажу что солнце а что такое солнце это свет это тепло это радиация а как это в одном свете а вот так и человек состоит у него душа и тело кто что бог что делает нет он где солнце она то что распространяет это она делает то есть оно делает это сравнение только чтобы нам как-то маленько хотя бы сориентировать все как вот люди бывают я умру и ничего нету я говорю а душа какая душа то есть он кощунствует души нету я говорю а чем ты от таракана отличаешься от мыши от собаки ничем да 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 мы все это в интернет выставляем я вам скажу наш канал вы можете посмотреть через 10 дней называется открытым оком во свете библии так это хорошее дело то мы говорим другие люди желают слышать они через эти ролики бога находят почему мы должны прятать с нами видео да вы еще плохой человек разве почему вы боитесь то его аппарат это еще не значит у нас ну да кого то а при чем тут аппарат мы идем дорогой мы снимаем как пояс идет на поезд едем снимаем на площади снимаем спрашивают как зовут меня игнатий лапкин город барнаул владимир меня зовут да это владимир вы запишите где нас найдете в ю тубе ю тубе канал называется во свете библии открытым оком зарядить открытым оком ок а это глаз открытым оком во свете библии что-то плохо слышали не выкладывайте видео нет обязательно выкладываем это все на пользу людей вы чё да никакого внимания на это не обла обращать даже внимание не надо мы идем нас не здесь снимают еще раз повторите видео и мы снимали и вы укладываете ваш канал это неправильно или вот вот мы с вами ведем диалог да разве плохо плохой разговор идет плохой у нас выставлено у нас послушайте у нас выставлено 13700 роликов 13000 роликов и мы никому не повредили наоборот мы проехали от владивостока до португалии прошли скандинавию прибалтику сколько подписчиков подписчиков 29000 и 29 миллионов просмотров еще не понимаю глухо как-то говорится так у них настроена телефон или чё я не знаю у вас как телефон и почему так глухо звук-то такой нечистый это на ноутбуке у них так а ноутбуки вы немало не смотрите на это плохого нигде нет у нас запрещается снимать запрещается запомните пять мест первое закрытое заседание государственной думы второе снимать военные корабли третье таможня на таможенном пространстве где допустим из россии в украину дальше министерство газофикации министерство электрофикации все если сверху этого человек требует что-то против него уголовная статья я милиционер подошел я не разрешаю на него триста тридцатая статья уголовного кодекса падает и он сразу отступает это закон разрешает надо знать закон да я верю я за это заплатил тюрьмами и лагерями нас советская власть гнобила в то время за то что я проповедую мы верим что бог единый вечный создал мир и хранит вот мы ездили в баку были в доме мулы мусульмане ночевали вместе ходили комната для намаза вместе в мечети я молился с мусульманами у нас очень хорошее отношение с ними у нас там ролики стоят на канале и вы увидите на канале там как беседуем мы как мы заходим комнату иисус спаситель мира он умер за наши грехи а потом придет судить мир я как-то беседовал с мулами мулы мулы это как священники мусульман они говорят если сын марии марьям будет нас судить горе нам я говорю как раз он и будет судить он судья иисуса богом считаете конечно он так и говорит единый вечный бог он бога человек не просто бога бога человек я сейчас вам скажу когда мусульмане беседу с православными бог все знает мы говорим все а как же евангелие от марка говорится иисус горки а не знаю когда последний день он говорит по человечеству а там говорит по божеству он бога человек два естества в нем бог отец а это бог сын а и дух святой три и это единая я вам уже объяснял мы даже или поверить или не поверить это них нельзя понять как море вычерпать в эту ямочку бог это открыл мы считаем у евангелиста он говорит и три свидетельствует на небе отец слова и дух святой но сие три суть едино по-человечески это не понять я должен просто поверить в это вы то тоже верите в то чего не можете доказать почему просто верите и все вы знаете подождите что-то глушит они могут доказать да библия не доказывает она свидетельствует бог ничего нам не доказывает бог сотворил мир а как докажешь кто курица или яйцо первое курица а как бог написано сотворил бог небо и землю земля была безвидна и пуста и дух божий носился над водою это первая книга библии бытие говорит и в первый день сказал бог да будет свет и стал свет а уже в третий день солнце сотворит а откуда свет то был когда солнца нету а сегодня понимает это андромеды туманность а в шестой день говорит бог сотворил человека в седьмой почил от всех дел своих давай садись сюда вам сколько лет все ушли я вас знаю я ютубе смотрел в ютубе нас смотрел а где вы нас видели ютубе я вас видео смотрю ну а кто мы такие тогда скажите я узнаю смотрели нет я из башкирий ну и что а мы где находимся не знаю какой то там пантелеевку какой то там городе пантелеевку нет не пантелеевка видео у вас классные да мы проповедуем а вам сколько лет сколько лет вам мне 80 в июне будет аааа давайте выходите мы поговорим чтоб видели друг друга то обычно прячутся алименшики а чтобы не платить алименты но вы то не такой нет не такой мы рассказываем я страшный человек я страшный страшный человек ну какой страшный то сам себя боишься так мы тоже не красавцы это тоже надо спасти чтоб в аду не оказаться ну а как вы желаете побеседовать на тему о спасении души я вас не слышу ну в церковь ходите а вы он говорит нас не слышит а вы меня не слышите сейчас да сейчас слышим слышите да мы православные христиане проповедуем о христе и людям рассказываем что христос приходил и умер за грехи людей это радостная весть и верой в него мы получаем прощение но дальше чтоб не грешили жили по его заповедям и когда умрет такой человек он идет через мытарство господу богу а который не верил он идет в ад в огонь у нас мы все грешим кроме бога мы все грешим кроме бога правильно для этого церковь есть священник которому дано право отпускать грехи церкви священнику больше никто это не может делать вот как о спасении от ада я вообще-то только показывали сколько да уверен собеседники он именно будет беседовать ну так что разве нам второй раз неприятно будет встретиться если мы беседовали нет я с вами еще ни разу не беседовал я очень поддерживаю ваши я в принципе таких же как вам сказать отношений мы можем я таких же отношений я не не раздеваюсь и не ищу раздетых мне нужно общение он говорит я не раздеваюсь не ищу раздетых ну правильно вот мы свидетельствуем людям о том что Христос умер за грехи и прощение дает верующим в него чтобы люди имели эту радостную весть если я встречаю именно таких людей вот я с удовольствием общаюсь мы православные христиане нас опасаться не надо у нас подвоха нет вот у нас ютуб большой канал называется во свете библии открытым оком можете записать а через канал этот можно выйти по скайпу побеседовать тогда хорошо извините я сейчас не могу говорить о боже потому что я курю оооо так папиросы то положите в сторонку то никуда она не денется ну ладно все я очень рад вами Богу беседовать ну ладно тогда ищите Бога и обрящите стучите и найдете спасибо свидетельствам о душе о вечности как чтобы в ад люди не попали вы желаете побеседовать куда я хочу попасть да никуда хотите а чтоб туда не попасть после смерти в аду не оказаться хотите штучку покажу подождите смотри что есть давайте подожди смотри что есть эта вещь просто святая да смотри это самая святая вещь правильно а я вам покажу и смотрите об этом как раз где говорится смотрите чуть подальше чуть подальше вот посмотрите еще как душу спасти вы желаете услышать о Боге вы желаете душу свою спасти чтобы после смерти в аду не гореть я мусульман я мусульман там тоже так написано что после смерти ждет кара грешного человека мусульманин то он тоже смертный он же помрет когда то еще не знаю а мы проповедуем о Христе рассказываем как надо правильно жить чтобы люди не попали в ад в огонь вы желаете побеседовать на эту тему нет я мусульман ну что мусульмане это мусульмане это же человек это же не кто-то и тоже они умирают а после смерти у вас же написано в вашей книге коране что люди которые злые они в аду будут гореть а у нас одинаково все написано я корана вообще-то не верю я только Аллаха верю и коран вы не верите нет вот это да а как же так это их священная книга у мусульман главная книга кто посмотрит скажет это не мусульманин это так нарочно сейчас человек никто не поверит что это мусульманин говорит само это только Аллаха поверишь и все лишь бы говорил Аллах Акбар и все да да Аллах Акбар больше ничего не надо ну а как же закон божий то бог то оставил закон свой как по нему жить Бог это хороший всегда это жить и будет а вы когда-нибудь библию считали да да значит вам из книги ничего нельзя сказать вы это не верите коран знаешь да 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 коран я знаю по сурум и аятам книгу написал об этом это у нас библия это кара супер книга да вот она она закрыла у вас страница закрыта еще не закрыта как раз она закрыла ну ладно у нас есть большой ресурс называется открытым оком во свете библии в ютубе если пожелаете можете нас найти нет только это Аллаха все понятно ладно пока Бог помнишь спасти душу Аллах мы проповедуем о Христе распятым как душу спасти чтобы после смерти не попасть в огонь в ад вы желаете побеседовать да да еще да да у нас есть священная книга называется она святая библия и что там написано тут написано евангелие в евангелии тут 77 книг в ней что христос родился девы марии у мусульман написано марьям а иисус это иса он родился жил и умер за наши грехи если мы верим в него то он с нас грехи снимает верующий в сына божий иметь жизнь вечную а не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем это евангелие от иоанна 3 36 уважаемые а ты читай эту библию там иисус что сказал а что сказал знаете он про кого сказал что читаете что сказал говорите говорите иисус именно вот перед чем уйти что сказал вот тем людям которые на это его зовут иисус не иисус иисус перед тем как уйти что он сказал ну да по пути он часто шел с учениками шел по самаре по галилее знаем кто будет веровать 14 6 евангелия от иоанна написано он сказал я ясен путь истины и жизнь и никто не приходит к отцу как только через меня нет он придет придет тот день тот человек он этот человек это наш посланник Мухаммад это он имеет ввиду про Мухаммад последний последний наш посланник Аллаха последний это Мухаммад Иисус Христос сказал и мы повторяем его слова в деяниях апостолов 4 глава 12 стих написано нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись и мы это имя проповедуем Иисус Христос вот почему послание галатам Павел говорит кто будет говорить вам не то что написано что мы говорили да будет анафема хотя бы ангелы сошли или другие люди кто бы не был вопреки слово Божие нельзя говорить не прибавляй к словам его чтобы Бог не обличил тебя и ты не оказался лжецом уважаемые мы мусульмане уважаем только Аллаха мы любим Аллаха ну уважайте а этот посланник это посланник Аллаха который вот он послал чтобы изучать нас нас чтобы поставить на истину нас мы не считаем себя слишком умным это Аллах им создал для этого и отправил на землю чтобы нам дать уроки и чтобы мы понимали что такое единственное это одна Бог у нас на всех мирах а вот скажите человек это Иисус Иисус все остальные это посланник Аллаха который он дал это ум который они чтобы нас поставили на истинную дорогу я не скажу это Иисус мы его тоже уважаем и мы знаем что он посланник так так скажите пожалуйста вот последний посланник это наш Мухаммад Мухаммад который наставил всех нас мусульманов на истинную дорогу так скажите человек который согрешает что ему за это будет допустим убил человека вот согрешает это он просто который придет в день это Аллахам даже голову не может он промыть своей ногой которую Аллахам я спрашиваю человек сделал грех согрешил какое ему за это наказание то наказание у него там очень мучение прямой ад 623 кремлинам 623 написано возмездие за грех смерть а дар божий даром жизнь вечная во Христе Иисусе вот как написано смерть Адам с Евой согрешили и мы умираем а они согрешили там 7500 лет назад а уже 100 миллиардов умерло все ничего не знаем у нас писание об этом прямо говорит Адам и Ева согрешили так скажите иностранных языков не знаете хорошо вы знаете у вас есть Ибрагим а кто такой Ибрагим был Ибрагим 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 это А кто он такой кто он такой расскажите если не знаете я расскажу вам он воин был воин кто воин его бог избрал от язычников это первый человек Авраам а по вашему Ибрагим это один и тот же вот у нас Соломон а у вас Сулейман это одно и то же только разная транскрипция его бог избрал оставить родных и он пошел вышел от них никаких этих деревянных богов не взял ему бог открылся и называется бог Авраама бог Исаака бог Якова Яков это у вас так написано Бога кроме Аллаха Аллах это один у него 99 дня Аллах Аллах как переводится Аллах как переводится на русский язык слово Аллах Аллах как переводится чтоб понять по-русски то Бог Бог нет не Бог а это все видящие все знающие это переводится все то есть ему все открыто это Аллах а это как раз в этом слове заключается Аллах да я много занимался Кораном полностью весь Коран в сравнении с Библией написал том целый такой книги вы не видели вот это да половина Корана они взяли там написали половина половину написали это какой путь избрали ну вы а в каком году Коран написали в каком году Коран когда написали в каком году в каком году в каком году написан Коран в каком году в каком году я забыл это был давно это Аллах его создал то есть не знаете не знаете вот в 632 году в 632 году Мухаммад умер и после него которые были свитки там уже ну проверили отобрали тогда напечатали седьмое столетие уже семь столетий христианство и они а это неправильно а вот сейчас пришли люди новые через семь столетий Коран неправильный а ты докажи там свидетели живые люди ни один ни два и они ходили со Христом жили вместе и их казнили за это да хорошо это Аллах это Аллах это Аллах я вижу мусульмане у вас много вот здесь это Аллах его его никто не написал это Аллах послал им Коран ну когда люди получили скажут послали так написано посланник то а почему тогда в разных вариациях то их там около семидесяти разных вариаций было почему и тогда отобрали отобрали какое то что жена сказала выбросили а жены знали Мухаммада то это они видели он говорит я кричал как осел как его там дьявол мучил в пещере то это же в Коране написано мы отрицать не можем но я вам говорю точно я не читал коран он не читал надо посчитать это важная книга я читаю молитву намаз он читает молитву и намаз не пьет не пьет не курит не пьет не курит молодец а сколько раз вы в день намаз совершаете пять пять а у нас семь раз как думаетесь встаем что ли да встаем и кланяемся а потом на коленях стоим на коленях и говорим Богу я господи прости мои согрешения в ведении неведении в уме в помышлении в водне в ночи во всей этой жизни прости меня и благослови мы ездили много с миссионерской поездкой ночевали в доме мулы в Баку у мулы ночевали и мы там беседовали с мусульманами они очень грамотные вот жена знает четыре языка он на шести языках разговаривает он грузин и мы там беседовали открыли библию и у нас ролик стоит в интернете беседа с мусульманами в доме мулы потом мы в библиотеку я книги сдал у меня тридцать восемь книг вышло из печати и там стрелка стоит показывает комната до намаза я директору говорю а можно туда зайти он говорит можно он позвонил и нам открыли мы разулися босиком зашли и там помолились встали на колени и помолились в Дагестане чтобы мир был там очень хорошо нас принимали везде мы шесть мусульманских республик прошли Турцию если мусульмане мы молимся где-то русский может там засмеяться но если я молюсь мусульмане рядом они меня в обиду не дадут никогда они любят это у нас хорошие остались отношения да нам особенно нравится что они женщин берегут как они одеты вот у нас община у нас все одетые как в хиджабе и на свадьбе везде такие когда люди нас смотрят так вы как мусульмане но я говорю хорошее у нас раньше мусульман это было мы верующие христиане мы очень серьезно верим уважаемые храни вас господь да как вас звать звать как вас Жуан а я Игнатий Игнатий Лапкин так я о вас помолюсь а вы обо мне благослови господи его очень приятно всего хорошего с Богом мы из Барнаула а вы где мы в Барнауле Алтайский край мы в Самаре а тут хорошее отношение с мусульманами со всеми у нас мир обстановка тут большая мечеть построена у них все до свидания с Богом хорош маленькие вы нужно чтобы кто-то взрослый был рядом кто-то есть домашний позовите нет никого ну тогда не знаю я вам назову свой ресурс запишите вы сами зайдете открытым оком канал 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 большой открытым оком ну берите ручку карандаш там запишите она может на компьютер открытым оком ок это глаз открытым оком записали во свете библии еще два слова во свете библии и вы нас там найдете только приходите что когда взрослые будут чтобы не подумали что вас обманывает я начальник детского лагеря всегда был у меня ребятишек отовсюду всегда было вам будет очень интересно посмотреть как верили в бога как молимся как бога прославляем чтобы когда человек умрет он в огонь не попал христос умер за нас и верой во христа мы получаем спасение хорошо он есть в церковь если у вас есть то в церкви купите евангелие библию храни вас господь с богом если были бы родители мы бы хорошо побеседовали ну так ладно здрасте здрасте мы православные христиане проповедуем о христе распятым воскресшим чтобы люди после смерти в аду не оказались вы не ту платформу выбрали здесь только дрочер да ничего тут хорошие люди встречаются ну хороший здесь я ну вот и хороший человек и должен услышать благую весть мы можем дать вам данные нашего ютуб канала а чего мы обо всем там тринадцать тысяч семьсот роликов наших как мы за сколько лет восемьдесят за сколько лет эти тринадцать тысяч за восемь лет ну дед давай вкратце что ты хотел бы мне значит так мы рассказываем о том вот где сейчас в россии погублено двадцать одна тысяча сел мы взяли землю с нуля строим православные поселения не пить не курить не материться не воровать не лгать мы алтайский край мы из барнаула дальше я начальник детского лагеря основал лагерь православный это на старинных благочестивых христианских обычах сорок пять лет я начальник детского лагеря ни рубля государство не дало мы подняли тысячи детей от государства кроме преследования ничего не было я говорю надо научиться жить в бедности красиво и интересное никого не ругать так кроме того вы пока можете не дымить пока мы разговариваем постараюсь ну далее мы проповедуем о христе вы увидите как у нас занятия идут в университетах я веду занятия как три радиопрограммы я ввел говорим везде всюду воинских частях во всех отделах милиции времена такие наступили я вот пять тюрем прошел в то время советскала нас преследовала сильно и все это в книгах у меня 38 томов книг вышло и как мы едем от Владивостока до Лиссабона и в каждый город везде 650 городов проехали я дарю книги свои 38 томов прошли Скандинавию Прибалтику это все заснято это очень интересно шесть мусульманских республик с той стороны Черного моря по Турции прошли до Афин ну а далее все государства Европы откуда деньги? деньги эти дает Господь у меня минимальная пенсия и когда узнали что я еду незнакомые люди стали звонить возьмите деньги мы только на одну поездку потратили 444 тысячи на бензин наехали на советской газели на русской машине ну у нас случилось несчастье в Швеции пришлось уже тогда на эвакуаторе выезжать до Калининграда а там отремонтировали и тогда пошли дальше мы поставили эту задачу и поэтому книги мои они и в библиотеках королевских и везде в библиотеке Ленина в Москве парламентской исторической каждая книга 752 страницы там я отвечаю на вопросы студентам как я проповедник тысячи проповедей вот что-нибудь я вижу дождь я говорю что это дождь происхождение какую роль он играет вот инструмент купили я заголовок ставлю инструмент и как он в библейских встречается в житиях а жития это 1173 биографии 12 книг Дмитрия Ростовского вот о чем и все это заснято люди находят здесь утешение у меня посетителей 29 миллионов дед а как найти утешение если власть ворует налоги повышают цензура только ужесточается контроль за людьми только усиливается как в таких условиях жить теперь вопрос хороший поставленный я могу на этот вопрос отвечать ответственно почему потому что у меня были большие конфликты с властью советской я им говорил вы рушитесь все вы ответите и они ушли я написал одно стихотворение Ленина что стоит свой рот ащерев по мету птиц подставил голый череп вождь атеистов сонмище иуд писание говорит молитесь за правителей за царей и поэтому ругательство ничего не даст а что делать мы молимся благодарим Бога и нам хватает в деревню экологически чистый район пища чистая дети при нас своими руками построили школу храм дороги коров держат свиней там овечек пчел птицу все свое есть сами колодцы выкопали пруды запрудили все и все это заснято и люди 21 тысяча поселений в россии и они заброшены еще 10 тысяч на ладан дышат 2-3 человека мы показываем пример у нас у детей я начальник детского лагеря 45 лет лозунг россия должна встать и дети скандируют россия это мы и ты 45 лет уже это скандируешь 45 лет да ничего она не встает а где вот не встает а где то и встает она большая слишком ее никто не может поднять сразу и то есть ты молишься за правителя за власть обязательно что Бог их вразумил чтобы они не угнетали народ чтобы сдавали мудрые законы ну 20 лет прошло сколько можно ничего меняется все когда исаак родился это женился у него жена бесплодная он молится год 2 3 20 лет ребенка нету а он не отчаивается на 20-й год она двойню родила это у Бога время высчит и нам не надо диктовать Богу условия он знает так просто жизнь то конечная нет жизнь вечная я для Бога делаю мои книги видели в библиотеке Путина стоят дед ну ты даешь говорю воруют везде а он молится ну хорошо они воруют и вот приезжает корреспондент а вы знаете что воруют я говорю воруют а что делать хорошо работать вот я прораб был в МВД работал но меня везде давили пришлось работать пищником 40 лет я плотник профессиональный строитель и я платил налоги у меня 35 лет стажа а мне пенсию назначили 8 тысяч сегодня на сегодняшний день 8 тысяч 141 рубль 33 копейки я должен за электричество за интернет за все заплатить явно что не хватает и вдруг приходят люди которые меня не знали раньше разрешен им за вас в интернете платить совершенно незнакомые люди я проповедую в Австрии подходит человек вот я выступал в Америке а может я вам чех выпишу я его не знаю Иосиф Дегранда я узнал и он выписывает чех на 5 тысяч долларов почему потому что я себе ни рубля не возьму я это все на бедных на многодетных тут же все отдал ко мне ни одна копейка не пристала за всю жизнь и люди это знают они чувствуют у меня нет понятия о деньгах никакого кубометрами доллары будут а для меня это как уголь какой почему я вымолил у Бога этот дар и поэтому мне люди помогают они знают я не съем не пропью не проблужу вы зайдите на наш ютуб канал открытым оком во свете библии ну кидай ссылку в чат давайте открытым оком во свете библии Игнатий Лапкин вы не пожалеете об этом дне что услышали это открытым оком во свете библии открылась сейчас сейчас посмотрите сколько просмотров сколько подписчиков дед ты его ежечасно ведешь я этим живу дорогой человек у меня большой сайт сайт там в ютубе я нашел вот а если вот это открытым оком во свете библии и напишите сайт вам откроется сайт и там мои книги все и там мои ответы студентам четыре тысячи ответов там найдете три тысячи четыре шестьдесят семь стихотворения моих сайт а потом зарядите форум с этими же словами тысячу шестьсот тем сайт не работает а подожди сайт работает только другой ортодокс библия не работает сайт во свете библии нет еще у тебя есть ортодокс библия он не работает который Сергей Козлов сайт а это там у меня копирует и делает я разрешил делать я понял у меня несколько сайтов в разных странах люди просят оплачивают из Испании они сейчас взялись за это дело чтобы в отдельных странах чтобы не сумели погасить всем да мы это не играем мы серьезно живем в этом да у меня за плечами пять тюрем пять это это не игрушка что они с нами делали у меня руки все выкручены проморожены а я молюсь за них я вернулся живой я встретил тему одну о масонстве кто правит миром об еврействе я 14 лет отдал евреи рептилоиды иллюминаты американцы проклятые блин да козлы эти американцы я бы этим американцам блин блин этим рептилоидам шею бы подкручивал проклятые рептилоиды я ездил по Америке они везде старались нам помочь рептилоиды нет я ездил в Сакраменто был в Вашингтоне Лос-Анджелесе и мы с человеком с тамошним где-то проехали от океана до океана гуманитарную помощь собрали и до меня до суда до наших ни копейки не дошло в Санкт-Петербурге все разграбили кто разграбил граничники да наверно так огромные шесть шесть метров длины там такая фура была все разграбили но иконы книги дошли где-то ты даешь ладно пойду я искать дальше что хочу что желаю так всего хорошего вам как звать вас звать как в помощь Саня Саша благословит вас Господь пусть примириться со Христом жить для Бога пока дед может увидимся давайте в сайте в этом в скайпе меня найдете заглядите в скайпе только чтобы аватаров ников не было а прямо лицо открытое как у вас сейчас хорошо без очков с Богом до свидания